Честный, утешитель души сильный, И живи везде сын, и вся исполняя Сокровище благих и жизни подателю Приди все листья вны, и очистины от всяких скверны, И спаси вложи души наши. Отец наш Небесный, мы просим Твоего благословения во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего на это собрание. Прибудь с нами, и дела наши устроить так, Чтобы в конце мы не оказались, как сказано было, богатому, безумны. Но чтобы мы были благословенны, и жили в премудрости Божией, Были водимы Духом Святым. Хвала Тебе и слава за все, Отец, и на Святой Дух. Аминь. Так, Библию возьми в руки. А ты, Лена, встань в это время, рассказывай, мухонимый. Постарайтесь, ни одного слова, даже шепотом не говорите, Друг друга не задевайте, не отвлекайте. За это придется отвечать. Я нынче имел опыт, который могу назвать уже настоящим опытом. Это путешествие. У нас было шесть шоферов. Все ведут себя по-разному, но в одном одинаково. Перед полицией. ДПС, там ГАИ раньше называлось. Все ведут себя одинаково. Как? Руки по швам и полное послушание. Я с одним ехал здесь. Ну, там, видно, специально ловушка построена такая. Это уже шофера знает, говорит, здесь ловушка. У него радарная установка, он смотрит, какая скорость. Допустим, селение заканчивается. Ну, должна быть уже где-то ограничение снято. И его нету. А холмами идет. Еще один холм нету. Ну, он понимает, что, видимо, убрали. Нажимает. Скорость превысила там три километра. А там считает. А нет, деревня отнеси за три километра этот знак. Скорость снята. Ну, ясное дело, что это ловушка. Ну, штраф. Другие делают так. Сплошная линия, переезжать нельзя. Они впереди посылают каток, идет потихоньку, обвинять нельзя. А впереди милиционер. Вот с ним договариваются, деньги делят пополам. Он за ним плетется хоть полчаса. А объезжать нельзя. Сплошная линия. Как это все равно, что канава воров туда. Но это все они сами пишут. И здесь такой же переход. И она прямо тут же саду ссуется. А он ее не видит из угла. То все. Штрафует. А этой бабке немножко дадут. Немножко дадут, потому что она выходит и вылавляет, как козел на мясокомбинате. Он заходит, чтобы за ним овцы остальные зашли. Но я из этого сделал и следующий вывод. Если бы правильно пользовались на дорогах правилами, аварий было бы намного меньше. И при том разговоры никакие не ведутся. У меня родная сестра, она машину водит. И она, видимо, что-то не так взяла. Он ее установил и стал доказать. Она говорит, ну тут же вот так. Он сказал ей сколько? 50 рублей тогда было. Я стал доказать. Он говорит, штраф 100 рублей. Ну как 100? Вы говорили 50. Я сказал 150. Она поняла, еще одно слово придется 200 платить. Он за каждое слово по 50. Я скорее вытащил и поехал. Я видел, как это делается в Америке. Вот ездят, когда называют рокеры мотоциклы, вот так полицейские на таких мотоциклах. Он ее остановил. Ну, я не рядом стою. Я только вижу, как она вышла. Тут же чек в руки и поехал. Я говорю, а почему она не стала доказывать? А у нас, говорит, не доказывается. У него все снято. Она доказывать будет в суде. И при том она поехала скорее платить. К вечеру у ней будет уже другой счет. Один час, второй, это уже сразу пошло. Она бежит первым делом искать, надо сберкассу. Банк куда? Дело в общем. Я сидел на заднем сидении. На заднем никогда не пристегивались. А сейчас правила и ремни пристегиваться надо. Я посчитал так примерно ориентировочно, заниженные данные. Я пристегнулся полторы тысячи раз. Я плечо смозолил. И меня ни разу, и вообще полиция ни разу на заднее сидение не посмотрела. А почему правила? Я ведь подговариваюсь к чему-то другому. Не к этим правилам. Сегодня мы слышали проповедь в храме святого Иоанна Златоуста о страхе Божьем. Когда начинаешь говорить, люди, которые прочитали один раз Библию, и своим плотским умом начинают толковать, они говорят, но в любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх. То есть он бесстрашно живет и полным ртом хватает, как этот богач. Не так. Начало мудрости страх Господень. Конец и венец мудрости страх Господень. Без страха Божия нет ничего. Здесь страх перед милиционером. А он нарушил маленько. Маленько и тебе штраф, а больше тебя и посадят. Я хочу, чтобы прочитал, брат, одно место из священного Писания. Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Желание мое, чтобы вы все знали наизусть. Я знал наизусть, наверное, на другой день, как обратился. Читайте, громко, ясно. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Видите, результат какой. Вот тогда ты будешь поступать успешно, благоразумно и что? Дабы в точности. А когда сегодня скажешь в точности, ну вы буквоед какой-то. Буква убивает, дух животворит. У него все животворит. А живет по стихиям мира. Дабы в точности исполнить. Вы знаете, братья, мы верующие все здесь. Я неоднократно уже говорил. Чаще читайте священное Писание. Мы не задаем задания какие-то. Даже вот я вел занятия в пяти университетах. Видите, я никогда заданий не давал. Я говорю, экзамены принимать будет Бог на страшном суде. Я тебе дал вот программу. Вот как спасались раньше люди. Это жития святых. 1137 биографий. Это еще их и больше там есть. Надо маленько приглядываться. Как святые поступали, о которых описано в Священном Писании. Павел в 11 главе послания к евреям перечисляет их. Перечисляет даже таких, с кого и пример-то взять, кажется, нельзя. Сиев Пая совершил такое, кажется, что родной дождь пришлось зарезать. Совершенно неразумную клятву дал. Ну, как бы то ни было, но Павел его перечисляет. Я когда говорю вам, вы не ленитесь делать, я сказал, к отче нашу ничего не прибавляйте. Читайте, как принято у евангелиста Матфея. 6 глава, 9 стих. Прочитай, пожалуйста. Евангелие от Матфея. Я сказал, напечатайте это в концовку. Ибо твое есть царство. Напечатайте. Не напечатали. Ведь не напечатали. Я это сказал и в другой общине. Не напечатали. И не могут правильно прочитать. Ибо твое что? Ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Так, кто сегодня читал это? Так, как читал? Во веки? Во веки веков. Веки веков. Зачем ты добавляешь? Зачем? Притом все время добавляете. Веков. Да что, это разве плохо? А тебе не надо рассуждать, дабы в точности исполнить. Получается день и ночь. Тебе не надо рассуждать. Я для себя вывел, вывод сделал такой, что в этих божественных словах, в этом сочленении букв заключено что-то, как панин. Иван Петрович нашел там семерки, там вариации до сорока. Сколько букв, столько гласных. Что-то заключено такое, что прожигает дьявола. Бог, Господь, воплотившийся Сын Божий, разговаривает с сатаной. Он мог бы сказать, тебе ли меня учить? Ты на небе был, все потерял. Но он сказал только одно, как Архангел Михаил говорит, да запретить тебе Господь. А Господь трежды, говорит, написано. Да мало ли еще написано, бумага все терпит. Почему сатана такие слова не сказал, которые ты говоришь? То есть ты дальше сатаны уже залез. Сатана отступил. Федор Михайлович Достоевский подробно описывает вот эти три искушения Христа. Это все. Первое, что на корме, а потом спрашивает. Хлеба и зрелищ. А дальше, что авторитет и чудо. Три. Вот эти искушения, они включают все искушения мира, какие только существуют. Сатана думал тысячелетия, как поставить вопросы. И почему он больше не стал говорить, а больше ничего и не было. И трежды Господь ответил, написано, и дальше двоеточие, и прямая речь. Но он сам Бог, сам автор Библии, но мог он другие слова сказать? Нет. Нужно было создать авторитет Священного Писания и перед нами. Написано. Не добавляйте. А что? На это можно дальше говорить. А что, хуже я скажу, вовеки и веков. Значит, кого подправляешь-то? Сына Божия, Христа, сошедшего на землю. Ты его подправляешь-то? Ну, его эти претензии, да бы в точности исполнить. Премудрый Соломон много написал, но в 30-й главе, заканчивая притча, 6-я глава, 5-й стих. Это 30-я глава, 5-й, 6-й стих. Говорит. Не прибавляй к словам его, дабы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А вы знаете, кто лжец? Евангелие от Иоанна 8, 44. Ибо дьявол есть лжец, и отец лжи. Не прибавляй к словам его. Прибавлять это свойство православных фарисеев. У православных все. Заповедь на заповедь, правила на правила. Это все. А у сектантов это саддукеи. Он не все отнимает. 11-й книг от Священного Писания отняли житияне надо, соборы не нужны никакие. Каждая бабка своим умом, каждая кухарка управляет не государством, а царством небесным. Все сектанты это саддукеи. А мы фарисеи, так и сказать надо. Я добавляю, из фарисеев получались апостолы, как Павел, а саддукеев ни одного. Это тоже надо добавить в конце. Павелу вот эта старообрядческая принципиальность, вот это утонченное знание закона, чтобы не нарушить его, привела к тому, что он был ревностнее всех. И на этой ревности Бог его поймал, флотолус говорит. Господь знает, что если земля плодородная, а плодородная земля, так крапиву растет, как в Потеряевке. Ее раз паши, там все растет абсолютно. А где нету камыша растет, там никто и не пашет. Или солончаки. Так и душа. До обращения, если она приносила ревность, ревностный такой был. Ну вот такой, как Мухаммад, Магомед. Это был прекрасный торговый работник, ревностный. Если бы там проповедовали, это был бы новый апостол в христианстве. Это вина монашества, что не проповедовали. И мусульманство, с их двумя миллиардами с лишним, это все на монашестве лежит. Я до конца дошел в этом. А почему не обратились? Да потому что никто им не проповедовал. Об этом Андрей Кураев говорит. Он в 632 году только умер. Конец 5-6 век. И ни одного Кирилла и Мефодия не послали же 6 столетий. Аналоги брали с них. И впервые встретились только уже с мечами. А почему? Не хотели добавлять к словам Христа. А их добавлять, оказывается, не надо. Надо было идти по всему миру и пропадать Евангелие. А все окружили одним только одно. Царствовать, убивать, перевороты, как в Греции было. Вот мы сегодня это слышали по притчу про богатого человека. И хорошего урожая. Урожай это вообще не от него. А то вовремя бог дождь дал. Плодородие земли. Нормально шли соки. Не было осени дождей. Убрал. Комбайн хороший был. Суть-то была в другом у него. Это страшное себелюбие и эгоизм олигархов. Он никого не видит. Он будет яхты покупать. Пять яхт. В Черногории дворцы. Футбольные команды будут покупать. На многие годы добра хватит. Они все безумные. Потому что бога не взяли в расчет. Дождь кто дал? Землю кто создал? Солнечных тихих кто дал? Кто дал земле повеление, чтобы она растение приняла и семя по уроду и подобию приняла? Кто? Почему ты его в соучастники не взял? Ну я тебе вложил капитал, я привез материал, кирпич, ты построил. Ну мне хоть маленько-то сделай место где-то хоть на одну кровать-то поставить. Безумие-то в этом заключается. И оно буквально на каждом шагу. Это мое. Ничего нашего нет. А то в храме я на этом месте стою. Это мое место. Даже на кладбище места нам нет. Тебе, говорят, в аду места мало. Как Сталину. А люди уже иконы рисуют вот туда. Все нужно разбирать по священному писанию. 1 Тимофею 4,16. Прочитай. Слушайте внимательно. Дабы в точности исполнить. Я 50 лет занимаюсь священным писанием, и думаю, ни одного дня не было. Даже когда я был в тюрьмах и в лагере, у меня всегда было с собой Евангелие. Следователь пришел допрашивать. Я сразу сказал, ни одного слова от меня больше не услышишь, пока Новый Завет не будет лежать на столе. Библию я не просил, знал, что ее там не сохранить. И что? Я до него не смотрю. Отвернулся в угол и стою и молюсь. Все. Допрос закончен. Следующий день он пришел, принес. Вот ваша жена, я позвонил, она уже первым делом принес. Она у меня сохранилась, Новый Завет, он сморщенный, и он весь пропитанный слезами. Я молился, плакал, слезы капали на него. Весь пропитанный. Вот я коснулся слез и скажу, блаженства много. И по блаженству можно сказать, то ли у меня чистое сердце, то ли не чистое. Блаженны кроткие. Ну я думаю, я кроткий. А вот есть одно блаженство, которое ты не можешь сказать, плачущая. Точно, я не плакал. Его проверить легко по глазам. И глаза твои подкатят, когда ты последний раз плакал на молитве. И о чем и о ком? Не от обиды, что не по-твоему. Не туда заехали. А от обиды, что не такой я есть. Господи, сколько я тебя огорчаю. Вот такая душа отходит от Бога. Я на руках молитвы несу. Ну когда плакал так, чтобы земля под тобой растопилась? Почему Петр все время плакал? Почему Павел плакал? У него детей не было. Он не плакал, что дочь вышла замуж, да ее хозяин, муж выгнал. Он плакал о чем? Кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. Сколько у нас людей, которые ушли, ушли в мир. Никуда-то. Дети подрастают и в мир уходят. Плакал. А хорошо, у меня детей нету, поэтому я то, другое. Вот за это ты еще и ответишь. Тебя Бог освободил от всего, а ты не плакал. У тебя потому такая свобода, чтобы ты мог всех на руках нести. Считай, пожалуйста. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Ибо так поступай, и себя спасешь и слушающих тебя. Вот только тогда спасешь. В себя и в учения. Отличего, чтобы не Писание подгонять под себя, по-современному, как у вас толкуют там, сверху там в секте. А самого подписания надо. У нас есть хорошие ролики. Ролики-то маленькие, как фильмы. Ну, показывать. Меня очень заинтересовало. Справа сидят мужчины, не пляшут, не танцуют. Слева женщины, женщины в платочках. Ну, конечно, на половину голова прикрыта. Мужчины бритые, но все здоровые. И все поют, и поют, и поют. Я спросил, кто это? Вот зайдите на форум, у меня на первой странице, там не больше десяти строчек найдете. Наконец я узнаю, это Румыния. Румынию поют. Поют прекрасно. Никаких изображений нет, но изображение голубя. Поют хорошо. Я говорю, а что же они поют-то тут? Прославляют Бога. Оказалось, цыгане, что самое удивительное, цыган, верующий в жизни своей, я видел, и скажу, что по-настоящему ни одного не видел. Все цыганское остается. И петь могут, и в барабан колотить, и играть, но как не любили работать, так и не будут. Как они от обмана отстали? От волшебства этого? От этого я не знаю. Ну, пока у меня данных нет. У нас, допустим, стоят ролики, это как в лагере у нас, вот как собрание идут, там ничего нет, одно пение, 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 пение. Я на сто процентов поверю, что это цыгане. А вот им теперь включи эти правила в точности исполнять. Все бритые, чтобы все были с бородами. Почему? Писание говорит. Слуги, которым полбороды отрезали, у Давыдов и слуг, даже в земной Иерусалим не пустил, пока бороды не отрастут. Это мимо. Но в первом послании Коринфян, 10 глава, 6-11 стихи, говорится, это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Так их очень обесчестили. Дину, дочь Якова, изнасиловал, когда княжеский сын написан, она была обесчещена. Запомните слово, обесчестили. То есть честь потеряна. Ну, она, говорит, нечестная девушка. А здесь очень обесчещено. Слово очень, оно не лишнее. То есть это больше, чем изнасилование, когда борода у тебя отнята. А здесь сами себя греют, и они ничего не считают. А сейчас все так. Это по стихии мира, а не по Христу. Включи у них, у них там ни одного не останется. Вот и все. Ты включи правила, какие есть. Какие у нас тут есть правила. А то, говорит, спрашивают, у вас как старообрядцы, наверное, старообрядцы наполовину не за мужью голову открыты. У нас все головы закрыты. Не старообрядцы. Мы признаем благодать от Московской Патриархии. Фактически, как бы сказать, мы через Алариона с ней как бы объединены, но такого слова нет нигде объединения. И Патриарх для нас, он не поминается в храме, дома мы за него молимся. Я говорю о Слове Божьем. У нас большой авторитет Священного Писания. Вот если этим, которых много там, секты разные, включить правила православные, соблюдать все посты, у нас Рождественский пост, среда и пятница, поверьте, там останется, может быть, бабка какая-нибудь, которая вчера из православных пришла, они сразу рассыпятся. У меня были люди, молодые, баптисты обращались, принимали православие, но он поехал домой, поддержки ему нет. Ну и дорогой ему есть захотелось. И захотелось, конечно, как всегда. А почему? Он начал обосновать, у меня голова закружилась, у станка волосы замотало, нет. Ну и все, сразу Бог как будто отверг. У меня сестра живет, страстная неделя, и она дает молоко бабушке, и говорит, Марфа ее звать, ты только не ешь, сегодня пятница, страстная неделя. Да что, я не знаю, Валя, да я никогда не буду. Ну, говорит, у нас молока много, возьми, когда Пасха будет, ты разговеешься. Хоть ты и баптистка, но ты же человек все равно. Потом она встречает, Валя, прости меня, я не удержалась, в пятницу к вечеру поела, сметанки. Такое оно вкусное. Не удержаться. Это навык надо иметь, и страх Божий, о чем мы говорили. Ты включи правила святых соборов, ты увидишь, от сектанта даже праха не останется. Все эти масонские галстуки у них только на виселицу пойдут. Креста нету, а галстук повесили. И сидит, стоит, нацепляет. Я спрашиваю, для чего у тебя? Ну, как приятно? Да ты же верующий. Верующий, проповедник, бритый стоит. Вера-то твоя по тебе создана, ты ее подогнал всю под себя. А ты себя подгони под священное писание, и ты увидишь, как все у тебя разъедется. Вас там даже двоих не останется. Вот как считает священное писание. В священном писании апостол Павел говорит, пища нас не приближает к Богу. Почти все добавляют, и православные, а сектанты все, и не отдаляют. Я говорю, такого нет, как нет, написано. Ну, представьте, я 50 лет с ними встречался, со всеми сектантами, какие были, ну, не считая новейшие. Листой нету. Другого спрашивает, а ты читал, написано, второй листой, и Библию нету. Это у тебя в голове написано. Ты написал новое Евангелие для баптистов, для адвентистов. Нет, это пища отдаляет от Бога. Как отдаляет? Да так. Адам вывалился из-за пищи. Ты не слышал? Израиль, выведенный из Египта, без повреждения, через море прошел, а через утробу свою не могли пройти. Надо было ему мясом, может ли Бог накормить, ему чеснок, лук репчатый, репчатый лук. И что? Костями пали. И антихриста не продавать, не купать. Вы не думайте, что покупать, продавать будут шахматные доски или игральные карты? Пища. Почему из-за пищи сатана подошел ко Христу первый, сделай камни, си хлебами, а потом бы сказал, теперь делайте все. Не написано, пища отдаляет от Бога. Едим ли, говорит, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. А если едим, мы многое теряем. Теряем стройность, здравость в суждении, толстое чрево не рождает тонкие мысли. Мы сегодня читали. Без страха уточняют себя. Посмотри, сколько жирных. Это нам к тому, чтобы не прибавлять. И чтобы ты, добавляя одно слово, не оказался лжецом. Тебя не насторожило это, что Бог тебе уже имя обменяет? Добавляя к Слову Божию, Божию Слову, делаешься лжецом. Ну, а дальше не надо говорить. Откровение 21-27. Участь лжецов в озере Огненном. Все. Так что это за одно слово? А ты помни, был такой человек, похваляемый от Бога, называется Крачайший. Господь сказал, скажи скале сей. А он что сделал? Он к народу обратился и сказал, неужели из этой скалы? Я когда посчитал, там не больше четырех лишних слов. Он, Господь сказал, и ты не войдешь в обетованную землю. Это был лучший в Ветхом Завете человек. Законодатель. Лично с Богом встречался. Единственная книга, которая была написанная Богом и которую в руках можно было подержать не на стене, персты писали. Это Моисеевы скрижали от Бога. И он их не пощадил, а разбил в дребезги. Сегодня сказали бы, Библию в клочки взорвал. Почему? Народ отступил от Бога. Был такой ревностный. Бог его избрал. Избрал Огненного куста, где он разулся. И ему сказал сразу, не войдешь. Богу не надо добавлять. Когда народ израильский просил, написано Моисея, погрешил устами. 105-й псалом. Устами, не палкой, не жезлом. Когда стали просить царя, как у других народов, и Бог сам выбрал самого красивого мужчину. На голову выше всех. Это Бог избрал его. Но потом Самуил сказал, к прочим грехам вы добавили еще один, что просили царя. Вот тебе и монархия. Просят сегодня царя из романовской породы. Не просите. Не знаете, чего получите. Если Богу угодно добавляю, и живы будем. И что? Он решил в жертву принести баранов, лучших быков. И Бог сразу же сказал, я раскаялся, что избрал себя. Изберу по сердцу моему другого. И он все время высматривал, как ир, где родился Христос. Где тот, кто у меня будет заместителем. За Давидом гонялся. А потом говорит, безумно я поступил, что гнал тебя сын мой. Это безумный был человек. Город Нома, одни священники жили, он полностью до тла сжег. И закончил жизнь в ночь, перед своей смертью, идет к ведьме и заканчивает жизнь самоубийством. Добавлять не надо. И Бога подправлять не надо. Бог таким тебя сотворил, такой ты и будь. Чего ты скоблишь? Когда я говорю, почему женщины в брюках у сектанта стоят? Так удобно. Я такого слова не нахожу в Библии, что так удобно и надо так делать. Дабы в точности исполнить. А я говорю, обреешься для чего удобно? Представь себе, все время, каждый день, а то и через день надо скоблиться. А здесь ничего не надо, я вообще не прикасаюсь к ней. Не надо ничего, не подправлять ни одной волосинки. Это удобно? Ответа никакого нет. Дух противления. Вот и все. Есть еще несколько мест. Я когда впервые в 1962 году обратился, 22 сентября, и мне дали Евангелие, но я уже был у баптиста, они с 50-никами объединенные были тогда, услышал, проповедник выходит и говорит, братья и сестры, а у парусланных сестры. Симфонии не было. Я сел и весь Новый Завет перебрал. Я нашел 68 раз слово братья, а братья и сестры не разу. Я говорю, а почему говорят братья и сестры, когда нету? Это добавка. Тогда, в первые же дни, я это понял, нельзя с этим играть. Вникай день и ночь, дабы в точности исполнить. Ты слышишь слово? В точности, как на дороге. Ты почему там не споришь, а здесь споришь? Ты Бога ставишь меньше, чем ДПС, меньше, чем инспектор полицейского? Да вы в точности. Теперь по симфонии я увидел, что большее число раз. Больше. И ни разу братья и сестры, братья и сестры, патриарх говорит, все говорят одинаково, все, кого я знаю, православные, известные, там Осипов, другие, братья и сестры. Да нет этого. Я стал смотреть, а почему? Считаю 12 томов Иоанна Златоуса, в среднем по 950 страниц том. Я его начитывал, поэтому я его знаю. Ни разу братья и сестры не говорит. Считаю Василия Великого, ни разу. Неужели непонятно, что говорят сестры, я обращаюсь к ней и как бы вызываю на разговор, а жены ваши в церквах, да молчат. Вот и все. А у сектантов теперь она выходит, проповедует гомосексуалисты, венчают их. Уже у православных даже были попытки венчать гомосексуалистов. Содом и Гоморра будут сожжены огнем. Ничего нельзя исправлять. Бог это устроил. И чтобы не было смешения, он сказал, не запрягай одновременно кого с кем. На одном поле не засевай. Из какой одежды шить, чтобы не был там материал какой, чтобы нигде не было смешения. Колено с коленом замуж не выходили, только в одном колене брали. А сегодня даже не спрашивают, куда она махнула, ходила, а ее нет, а почему, а я больше ходить не буду. А куда, а я пойду в московскую патриархию. То есть никуда она спит, я знаю их. Это в мир люди уходят. То есть нет дисциплины, нет строгости, нет страха Божия. Ходил, причащался здесь, крещение принимал, раз его нету человека, куда? Он пошел в широкие врата. Мы только уменьшаться будем, только чудом Бог может, может увеличить наше количество. Почему? А мы с первого дня положили, к себе никого не звать. И к нам попасть, как в отряд космонавтов. Ворота у нас заперто, из часовой еще во дворе, а кому надо, он спрашивает, мы познакомимся, проверим, запишем, к нему сходим. А если обращаются, мы все отправляем в храмы московской патриархии, всех до одного. Всех. Ни разу, нигде, вот за 50 лет мы к себе не звали. Никого. Ну, иные у нас здесь меньше. То есть мы в необыкновенном положении находимся. Сегодня о толерантности, беседы более толерантных нет, чем мы. У нас можно ходить к баптистам, когентистам, к католикам. Хотя это слово не христианское. Теперь немножко на сегодняшний день вот у нас с шоперами. Вы как считаете, что вам Бог дал машину или вы сами заработали, купили? Не знаете, куда теперь менять надо? Продам эту, а куплю новую, лучшую. Шофера, поднимите, сколько у нас шоферов, которые на машинах ездят? Руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вполне достаточно. Я к вам обращаюсь. Это уже не первый раз. Узнавайте, кто пришел с детьми, а машины нету. Погода, ну, я только про зиму говорю. Андрей Дробот, он глухонемой. Привел, наверное, трех или четырех ребятишек. Пожалуйста, довезите хотя бы до остановки. Я не говорю, куда-то везти, но вот до проспекта. Раньше он назывался Московский, теперь Ленинский. Вам понятно? Поговорите с ними. Дальше есть бабушки, старенькие, и они ходят. Довезите до остановки. Я уж не говорю, как отец Дмитрий Смирнов, что кто-то из вас деньги будет брать. У нас народ не такой, никто не возьмет. Умеет жертвовать, но здесь обратите внимание. Мне сегодня будет еще кто-то из шоферов, чтобы мешок муки отвезти к няне Лещукиной. Остались потом. Вам понятно, шофера? Освятите свои колесницы присутствием там Христа. А Христос там, где нищие, бедные, сироты, вдовы, одинокие, те, которые в трудности находятся. Я в интернете выставляю некоторые материалы новые, и там коснулось о компьютере. Кто меня научил? Я выставил фотографии. Первая это Галя Загуляева. Она научила меня запятую в точку, а точку в запятую. Я это написал. Зайди, пожалуйста. Дальше. Саша Загуляев, ее муж. Алексей Загуляев, Напанаил был у нас, и Романах. Витя Петеримов. А Витю там кто-то озаглавил. Доктор, доктор компьютеров у меня. Где он, Витя? Я не вижу-то. Витя, так где он? Как меня делали способным работать на компьютере. Вопрос стоит, нужны или не нужны. Для меня они нужны. Я там показываю. Просто зайдите, посмотрите, кто в этом участвовал. Где разместили-то, Игнатий Тихонович? На форуме. А? На форуме. На форуме, на форуме. Вот здесь я говорю о таких маленьких вещах. Там, где женщины глухонемые, там была печка. Печка, кажется, политыкина Лены, что ли, муж помог сварить. А я ее обложил, печник сделал трубу. Без меня не предупредили, не сказали, не поставили. Это тайно сломали. Красивую поставили. Она не работает. Там холодновато, сегодня затопили бы. Не работает. Почему? Во-первых, она углем не топится. Одними дровами. А во-вторых, она дымит, сюда идет дым. И Володя боится ее затоплять. Уже несколько раз было, дым сюда валит. А чай-то инициатива была. Батюшкина. Лишние деньги. Так что помолите, чтобы что-то Бог сделал. Но делать я уже никогда здесь не буду. Где мое что-то сломали, там я уже не прикасаюсь. Я оказался лишним. Ваше дело. Вы избрали. Ну не вы, а кто это делал-то? Как тепло было. Какая там жара была. Все грелись. Но зато по-вашему. Люди, которые потерпели ущерб, могут удовлетвориться одним. А все же по-моему. Ну это единственное, что утешает, может быть, в кавычках, утешает в аду, которые попали. А все же по-моему. Я советую не переначивать ничего без совета. Посоветуйтесь. В интернете я выставил такое. Вы знаете, слышали, может быть, есть профессор духовной семинарии Академии в Москве, Осипов, Алексей Ильич. Очень известный, много выступает. Он много-много лет учит. Он, кажется, на два года старше меня, с 37-го года, как я узнал. Я по телефону разговаривал, посылал ему материалы, когда к истинному православию, тогда еще на листике было крещение. Он все одобрил, и, ну, хорошее отношение. И вдруг, вчера ролик выставляет, монахи, где они эти берут, я не знаю, его книги. Целая машина полная, вот как хлебовозка идет, и кучи, и сжигают. Сжигают, как псевдо-православного иеретика Осипова. Книги. А там в каждой книге, на конце у него диск еще, где батюшка привез одну. Они сжигают его книги. Я не знаю, понимаете, монахами я не разговаривал, и Осипов мне, ну, не так близок, чтобы я ему подарил там где-то книги. Есть вещи, с которыми я мог бы с ним даже поспорить, поговорить, но сжигать книги, которые написаны для людей, верующих и неверующих, грамотным языком. Я раньше выискивал атеистические брошюрки, и по одному, строчкой, две, из священописаний я выписывал и вырезал для себя. А здесь вот, ну, куча, примерно вот такая вот, ну, и ширина на полдома. И на машине. Где они берут книги-то эти? Книги, конечно, большим тиражом изданы, тысячи, сто тысяч, и там, сто пятьдесят переиздаются, но монахи работают. Работают, они сжигают. И стоят, разговаривают, поджигают, это не фотография. Я это все говорю, чтобы вы себя где-то отложили и помолиться об этом. Помолиться, чтобы, если Иосипов Алексей Ильич не прав, ему Бог указал. Если монахи эти правы, ну, они как-то бы другим путем шли, ну, зачеркнуло там одну строчку или как-то. Я говорю это, имея в виду и свои книги. Они себя забирают, а я сожгу, я говорю, а за что ты их сожжешь-то? А неодобрительно патриархии? Да патриархия это что? Правая рука Господа Бога, Иисуса Христа, неодобрительно. У меня есть мнение, хотя я признаю все, и я испоеду символ веры. Но вы сказали, что и от Духа Святого, от Сына Исходящих. Я не говорю, я говорю, что половина или больше святых отцов так исповедовали, что, и же от Отца Исходящего. А это за это Фили, сын, Филиоква, что разделяет нас с католиками? Они прибавили это. Я не говорю, что это от Сына, но в данном случае это они правы? Они правы, это доказывается. И за это они не еретики. Это Христос совершил после ужина первое причастие, первая литургия была. А у нас, если воды каплю, даже и утром нельзя рот полоскать, чтобы капля воды не была проглочена, иначе нельзя уже причащаться. Откуда это взяли? Я говорю, это неправильно. Но я соблюдаю все. Я капли этой не пью перед причастием. А они ели барашка, пили вина, и только потом совершали причастие, что Христос не знал, что не натощак, не на голодный желудок-то. А у нас же святую воду, ой, только натощак, теперь нельзя. А выходит на улице везде кропята-то, можно. Понимаете, нам есть о чем думать. Не осуждать кого-то, а самим собой заняться. Я как делается, принято, так и буду делать, но не осуждайте. Зачем вы осуждаете кого-то? Вот в финляндском православном церкви добилась разрешения, чтобы литургию совершать вечером. Потому что многие на работе не приходят, которые вечером. Ну, а вечером там уже не знаю относительно ели, не ели. Официально было дано разрешение от московской патриархии. Они как-то были связаны. Вот у греков, у них в храмах сидят скамейки, как у баптистов. А где это видно? Есть такое выражение одно, говорит, что лучше сидеть, думать о Боге или стоять и думать о ногах. Ноги устали, я не могу сидеть. То есть, ну мы будем стоять, нам православным-то привычное это дело, но не осуждайте других. В Греции они сидят все, батюшка привез снимки, они все сидят, хорошее сидение у них. Но я сидеть не буду, даже в Греции. Я не привык, я привык стоять. Потому что написано, народ стоял и дрожал, и ждал, когда выйдет Ниемия там, и они всегда стояли. И даже Захарий, когда был там долго, и народ ждал его, в храме не было сидения, все стояли. Ну мы по храму держим это. Так, Сысоева книгу, кто читал, дайте мне ее. Ну хорошо, привезти. Она нужна будет. Показать. Детьми занимайтесь, больше всего заложите в детей страх Божий, чтобы они не лукавили, потому что дети эти были в лагере. Посмотри, пожалуйста, на первой странице, ничего в этом нет. Что вы там увидели криминального? Когда я сказал, я издаю книги, на первой странице моя будет фотография, и я ее показал, какая. Она по смыслу подходит, и она как бы все... Так, подожди-ка. Вот она где. Вот она. Вот и какая фотография. Именно проповедь. Она маленько урезана будет, так, чтобы этот дом-то уйдет. Чего-то там плохого-то. А вот на первой странице нельзя. Выходит этого Тихона Шевкунова, Архимандрита. Его считает духовник Путина. Его святые, не святые. Я почитал обыкновенные рассказики. У него тоже фотография, но и с обратной стороны на обложке. Я об этом ничего не вижу криминального. Это наши фотографии льготные были. Так, в интернете я прочитал следующее. Будто бы в Думе уже приняли закон. Это надо проверить. Что если ты внезапно погибаешь, то никакого у тебя нет завещания, что органы твои не трогать. Тебя берут, и органы вырезают, какие надо. У любого. Поэтому везде призов позаботьтесь, что была бумага, что вы как завещание даете, что мое тело не резать. Я давно прошу помочь мне составить. Но мои органы никому не нужны. Я их сам износил. Но если ты молодой, здоровый, в общем-то я в этом не вижу никакого криминала. Серок тебе в землю идти, если не верят. Хорошая роговица у него, хорошая печень, допустим, сердце. Почему не взять-то? Почему червям отдать, а не дать доброму человеку? Но, видимо, много уходило времени на согласование, а тут требуются буквально и говорят, это принято. Надо проверить, Виктор Андреевич. Притом говорят очень усиленно, об этом мы прям каждый день забрасывают эти материалы. Если это так, и кто не хочет, чтобы его резали, позаботьтесь иметь данный документ. Вот, а яговисты, они не допускают переливания крови. И у них с собой у всех свидетельства. Я отказываюсь от переливания крови, врач там зафиксировал. И когда берут, у них это есть. И его не могут, кровь ему влить. Не могут. Я умру. Да, он написано, я готов умереть, но кровь не переливать. Его там видят, как смертный грех. Вот так. Так это плохо или хорошо для послужить ближним органом? Видите, что плохо или хорошо, я как могу решать? Ну, я к тому говорю, что если люди не верят, и молодые люди погибают, и органы целые, здоровые, они пьяницы, не кажется, не венерические заболевания, то почему этот орган не дать тому, который еще жить, дожить ему, молодой? То есть, ничего я в этом не вижу плохого, но лично я не хочу. Я лично не хочу. Я видел один фильм такой, на документальной основе, они летели, футбольная команда, и разбились в горах. И когда есть было нечего, они решили так, вот, который разбит, и летчик, и кто другое, мы можем мясо отрезать и есть. Но он сказал, когда мы поедим это мясо, вы запомните все, мы уже никогда не будем теми, кем мы были до этого. и они сидели, которые, я умираю, я прошу вас, мое тело не режьте, не ешьте. И они так это соблюдали. А которые сразу погибли, они их резали, когда пошли искать весной дорогу, то с собой этого мяса еще наложили. Но они остались живы благодаря тому, что ели человечину. Я ни к чему не призываю, я просто говорю, что протопоп Аввакум, когда вернулся, его ссылали в Даурию, Даурию пешком через Байкал. И он говорит, а, многогрешный Аввакум приложился к мертвичине, то есть волками, звероядины. Там кости какие раздавливали, а был жестокий воевод с ним Пашков, и тогда 470 воинов только от голода заморил. Он ему сказал, ты примешь пострижение, я тебя постригать буду. Так все и случилось. Когда вернулся, его вдруг пищучили. Даже звероядину закон запрещает. Если вот зверь задавил, задавил, ну он целый, ну я, говорит, ел, и поэтому приношу очистительную молитву просить. Вот. Я расскажу вам небольшую историю, сказку. но сказка ложь, а в ней намек. Вот представьте себе, что были двое, жили молодые люди верующие, и она потеряла веру. Она потеряла, но это не здесь, в другом государстве, скажем, где-то там, в Южной Родезии, где-то. И она теперь думает только одно, как навредить мужу. У нее больше цели никакой нет, и навредить. Она детям постепенно отговаривает, натравливает напротив отца, запрещает им ходить в храм, и видит, что ничего не получается. А Бог ему дает терпение, за него молятся все, там верующие, они, может, даже и не православные все, ну, в другом государстве. В каком веке это было, я не знаю, может, век назад это было. Что ему делать? И вдруг она говорит, а я все равно отсюда уеду. Она одна не уедет. Она будет забирать детей. А вот тут уже вопрос стоит. То есть она заранее уже знает, что если мусульманка была, а бы на рта не раскрыла. Вот, допустим, на нас нападает кто-то, что может делать? Убивать нельзя. Ты можешь по ногам ударить его, убежать, защитить, но не убивать. Вот это единственное, что-то... Здесь он не имеет права ударить ее даже. Он не может запретить. Она кидается, драться, он только обороняется. А он такой комплексный, что одним бы ударом ее как гвоздь загнал бы. Но ничего не может сделать. Почему? Он в милиции, все ждут. Она сказала, я буду переезжать, он что-то будет делать, и вы сразу его заберете и посадите. То есть она поставила задачу. А нет, она стоит, я все сожгу, повешу, если все. То есть полное сумасшествие, одержимость бесовская. Вот. Что ему делать? Вот, ну, нас-то там нету. Если бы мы там были, вот, допустим, в 17 веке, они где-то живут в Родезии, в Южной. Что бы мы ответили? Я бы мы ответили, ладно, только не бей. Про убивать уже речь не идет. Не бей. Но если возможно, чтобы были свидетели, как она будет вести себя. Но не погружать, ничего не разрешать. Потому что решения суда никакого не было. Она безумствует, одержимость. Она, видимо, похулила Духа Святого, и она уже перешла все грани, для нее никакой остановки нету. Там полная одержимость. И что делать? Ничего не делать. Призови друзей, близких, шофер, который приедет, своей-то машины у нее, видимо, нету, грузовой. Откуда она? Вот нас в Филиппин машину приводит. И сказать, что я не отдам еще. Решение суда будет. Разделено имущество произойдет. Ну, тогда уже это дело будет видно. Какие ваши суждения были бы, я не знаю. И не дай Бог это претерпеть. С моим отцом так шутить нельзя было, с дядей нельзя было. Как они говорят, я убил, знаю, больше нигде это заразы не будет. Он сразу бы ее закосу, к чурке, башку оттяпало и топором, и все. Ну, мы верующие, мы христиане, мы можем только молиться. Поэтому, если где-то такие люди есть, у которых вот такое буйство, жен, а может быть, мужей против жен, безумие, включите в свою молитву. Ваша молитва будет длиннее на одну минуту. Что Бог этих братьев или сестер, которые, ну, не могут поступить по природе человеческой, имея силу пригвозить, а поступили по-христиански. Не думали по-человечески, чтобы Господь не сказал, отойдет меня сатана, и подумай, что человеческое. По-человечески тут объясняют, а что он тряпка, мужик, он не может бабу, не может. У него нет рычагов никаких. Рычаги отняты государством и христианством. Я, если таких людей знаю, я каждый день о них помню. Вам понятно? Просьба помолиться. Такие люди еще на земле есть. Они есть в Китае, всюду. Им очень трудно, тяжело, и чтобы они не перешли грань. Чтобы из разряда христиан, а у них это желание, чтобы он сделался не христианином, чтобы они сохранили это. У меня было такое. Он, ну, уже ленивр еще. Он обратился, он выше меня, наверное, на голову выше. Вот такой пример. Ростом там, ну, по два метра. И главное, ее звать Валя, а его Иван. Ну, и она его трепет. А достать-то не может? Станет это на табуретку. Ваня, подойди, он подойдет. Она берет за грудки его, а ты, Ваня, тогда ходил. Валя, ну, прости, ну, это было тогда. Ну, ты же знаешь, я верующий стал. Ну, она что-то все еще. Он отойдет тогда, Валя, прости. И он не вытерет, однажды стал на молитве. И, Господи, прости меня, попрошу, сделай меня на пять минут неверующим. На пять минут только неверующим. Я наведу прежний порядок, который был у меня до обращения. Она как взгомозилась, упала, Ваня, прости, не будь неверующим. Она накопила такой потенциал, она поняла, за пять минут он бифштекс и яйца в смятку. Сделай. И я с этими людьми потом встречался, может, она не от этого случая, а с другого. Она стала верующей. Ну, может быть, сатана перешел на сына. Старший сын сделался злодеем из злодеев. И не может уснуть, а все днем кому-то не сделает зло. Нет сна. Так он в другую комнату ночью тайно подползет, в люльке ребенок лежит, ребенка ущипнет, чтобы он заплакал, братишка его. Он заплакал, а вздохнул, пошел спать. Это я встречал и видел. Есть, говорит, люди не заснут, пока кому-то не сделают зла. Этых людей тоже надо взять, ну, я был в моряках, называется, на абордаж тащить. Помолиться о них. Мы нуждаемся, но есть люди, которые больше нашего нуждаются и весьма нуждаются. Дальше у Надежды Васильевны через стенку идет ремонт и заканчивается очень успешно. Кто хотел там ночевать, сходите хотя бы проведайте. Там приходят, охают и ахают. Аликтина Петерь, мой муж там проводит, проводку всю сменил уже много дней. Татьяна приезжает, там работает, Нина там Жолнирова, там я уже не знаю, кто вы. И все, приходит, что-то, я уже давно бы, кажется, закончил, нет? Ну, не по мне. Я все делаю, лишь бы только сделано было. Там навели, в моей комнате так нету, я говорю, давай я там сюда перейду, ты сюда. Ой, да я не иду никуда. Так что, кто хотел ночевать, все подготовлено, печку расчистили, и кошку я принес, ее кошку, там все в ней теперь. Зайдите, хотя посмотрите, не узнаете просто. Игорь Добунов пришел, и с Володей они там так сделали, ровно, с большим уровнем, я зашел, но она большая, ну, комнатка маленькая, примерно, как, я говорю, лифт, вот этот торговый центр в Америке был, он на 50 человек. Я на нем поднимался, наверное, и когда поднимается, уши закладывает, с такой скоростью, как пуля летит туда, 50 человек, она примерно, ну, размер этого, лифта, небольшая, ну, там есть где-то, нары, плацкарты, я уже сделал еще раз, Володя ее утепляет, она теплая, ну, и тепло нам сохраняет, за счет их мы тоже, не очень сильно мерзнем. Вот такие у нас изменения. Так, вопросы? Нет вопроса. Сережа, тебе вопрос. Скажи, за неделю, что ты сделал для того, чтобы были занятия где-то, место для занятий дали? Это на тебе. Предложение сделал, выполняй. Я... Погромче. Обзвонил техникумы, просил в аренду площади, нету площадей. Я про аренду. Ты пройди по старым местам, где мы вели, сначала по университетам, по техникум, чтобы нам предоставили место, бесплатно, никакой аренды нету. Про аренду даже разговора нету. Аренда, то есть бесплатно, как мы были, вот 17 лет в Алтайском государственном, техническом университете. так же объявлений, когда у вас будет 30 человек, тогда я буду ходить, вести занятия. А до 30 я просто не имею возможности. Так, я сейчас занимаюсь, чем корректор сам, своих стихов, они уже набраны. Уже на 3 тома полностью набрано. И уже компьютерную верстку произвел. Ну и в среднем я провожу за компьютером 14-16 часов каждый день. Как дальше это будет, я не знаю, работаю над 4 томом, и я даже не знаю, нужно ли это, но это называется пробовью стиха. Но что там заложено много, но это все признают. Какими-то словами не отзывается, ну положите. А бывает так, никому эта макулатура не нужна, а сам ни одной строчки не считал. Макулатура. Не может написать даже макулатура, мукалатура. Видимо, что интеллектом лицо не испорчено. Так, вот сегодня считали Даниила Сысоева. Так, есть кто-нибудь, кто не согласен с тем, что здесь сказано было? Поднимите руку. Потому что я не знаю, Игорь, ты считал? Да. Ты благословению батюшки брал на это? На Сысоева нет? Нет. Не брал. А я не при нем же читал. А? Если бы при нем, я бы зашел, благословился. А так... Ты мог дождаться неделю, Так, беды никакой нет, я просто хочу узнать. Так, кто имеет что против брошюры этой проповеди, которую читали? Не, мне понравилось. Я скажу, когда я услышал его смерть, и мое сознание его канонизировало сразу. Для меня он святой. Не просто Даниил, а святой. Я ему не молюсь, но, я понимаю, власть должна была здесь вся отойти в сторону, он святой. Минуем и Тарса перешел в Царство Небесное. Приветствую каждое его слово. Хотя есть канон, в церкви не читать ничего, кроме того, что Священное Писание там установлено. У него все по Священному Писанию. Он нигде не нарушает ни один канон. Все четко, приближено к сегодняшним днем. Попроси у батюшки разрешения, благословения у нас мы этим словом не играем, чтобы батюшка знал. Одну проповедь Златоуста, другую его. Хорошие проповеди есть у кого бы не было, у Шевкунова, Тихона можно прочитать, у Кураева, у отца Дмитрия Смирнова, и более известных Осипова. Сначала проверить, прочитать, потому что не я тут хозяин. А я даже маленько что-то не сходится. Александра Мения прекрасная проповедь, и их церковники не допускали. И вдруг патриарх Кирилл сказал взять их туда. И сразу появились, и тут же их убрали. То есть они их точно так же уничтожают. Это мне сказали. А мы их сжигаем. Я Александра Мения могу сказать, что знал. Это был глубоко верующий человек. Талантливый, энциклопедист, которых может у нас в стране больше нет таких. Эрудит самого высокого класса. И мои беседы, интервью, которые я брал у него, они выставили. И сравнивать себя с Александром Мением, смешно. Я ему сказал, вы знаете еврейский язык, евреи переводите. А могли бы переводить Священное Писание, как Хвольсон? Он засмеялся и говорит, да вы что, да никогда. Это же были знатоки, которых сегодня нету. И вдруг люди протестуют против синодального перевода. Значит, еврей, такой высокий уровень у него знания, работает с оригиналом еврейским, и даже близко себя, Якова Хвольсона, Давида Авраамовича не ставил, переводчика Священного Писания. Саваитова я стал перечислять, Глухарева, Павского. Он говорит, нет, нет, нет. Мои знания совсем... Так и я хочу сказать. Мои знания, по сравнению с Александром Мением, даже говорить не надо. Он даже не знал этого, я сразу понял, я совершенно никакой. Настолько у него широкие, обширные статопедические знания. Этого человека зазирать нужны твердые основания. Да, у него есть такое, чем я не согласен. Я ему высказал это. Ну, это не значит, что он не православный. Я у него исповедовался, причащался. Так что что-то отрицать должны быть веские основания. Коротко. Что, вот, дополню к вашим словам, вот отсюда Нила Сусоева. Ну, так как я готовлю проповедь, значит, беру ответственность за то, что читаю. И сразу скажу, я купирую его проповеди. Купюры. То есть я не все читаю. То есть я прочитал проповедь, просмотрел, что-то меня соблазнило. Я это не читаю. Потому что там язык у него живой, разговорный, и есть с чем, я просто не согласен с ним. Я не согласен, вот, все, что написано в книге, я не совсем согласен. Вот то, что читалось сегодня в проповеди, я тоже не совсем согласен. Но проповедь прекрасная в основном. Просто, знаете, так, ну, я не буду говорить, что, если вы индивидуально подойдете, я объясню, с чем я не согласен. Вот то, что я читал, я на 100% согласен, но некоторые вещи я убрал. Там он связал один момент, где говорит о том, что... Ну, начал, да ладно, все, подойдете, объясню. Поэтому, если будете читать, то это не все, как бы, надо смотреть. Абсолютно правильно слова сказал. Вот о мое мнение. Я смотрю и где-то что-то беру, но когда насчитывал я на Златоусте «Жития святых», там было много, много, с чем я не согласен. Но я нигде не выпустил ни одного слова, но ударял в колокол. Внимание! А бывало так, я уже не согласен, явно нет. Я два раза ударял, а когда три, это значит против Писания. То есть сделали так, что приносили причастие, клали на могилу, там вот такой вот. Или афонские его любили, монахи-то. Ну, видимо, строители-то были не ахти какие-то, и у них, когда он пришел со своей делегацией, и в то время там на подмастях, на лесах были кирпичи, они рухнули, и вся комиссия под кирпичами. Убили, убила она всех. Там, допустим, пятеро, а он остался живой, и пока его разгребли, и у него все пропитано кровью. Так они что делали? Его выжимали кровь, христиане, и пили. Когда даже животную кровь нельзя пить. Это в «Житиях святых». Это в «Житиях святых» я три раза ударил в колокол. Этого делать, даже мыслить об этом нельзя. Поэтому, вот сегодня записка такая, Откровение 20 глава, 21, слово «паки бытия». Может быть, не отсюда взято. «Паки» означает «еще снова раз», а «бытие» — «новое бытие». И в «паки бытии», то есть в пришествии Христа, когда уже наступит, новая вечность, поисторическая вечность, это «паки бытия» в обновленном мире. «Паки» — это свои «паки, паки, миром Господу Павлу». «Еще, еще раз помолимся». А «бытие» — это существование. В новом существовании, в преображенном, нетленном мире. «Паки» — это «паки бытии». Понятно? Это слово можно было бы заменить, но раз оно осталось, пусть будет. Одно слово мы разберем. К слову сказать, церковно-славянский язык надо изучать. Никак. У нас у вас по-русски, у нас служба не на русском, на церковно-славянском. Но все библейское, что из Библии взято, все, если оно считается, у нас считается по-русски. Это Ветхий Завет, Новый Завет полностью, псалтырное ощущение. Но если поются псалмы, уже поются по-церковно-славянски. Все остальное по-церковно-славянски. Мы ничего не меняли. А синодальный период, он был утвержден синодом дореволюционным, патриархией, зарубежной церковью. И тут проверять не надо, никакой комиссии. То есть это одобрено. Ну, надо просто нас правильно понять. И поэтому у нас чуть ли не половина богослужения идет на русском языке. Я сторонник абсолютной русского языка. Но вот когда нужно, уже сегодня сказали бы, вы хотите, как перевести у Георгия Кочеткова, я бы сказал, нет. Мы должны все-таки знать что-то. Когда я приехал в Искитим, я не знал толкования откровения. А стихтанцкая читаема у меня не принимается, а я ничего еще не знал. Другого не знал. И вдруг мне говорят, есть толкование из первых веков Андрея Кисарийского. А у кого старобрядцев? Я познакомился сразу и попросил. И мне дали, она в лицах, то есть картинка была. Ну, картинки как иконного вида. Я принес она на церковно-славянском языке. И что? Я немедленно занялся изучением церковно-славянского языка. И ее всю книгу перевел. Когда я искал толкование на песню и песней, гонялся, гонялся, на третий год только нашел. И оказалось, что она готическим шрифтом на немецком языке. И что? Я опять подновил язык и всю перевел, переписал. И стихотворение, которое поняли. Я тогда в стихотворной форме также перевел на русский язык. И поэтому вел занятия. То есть преград у меня никогда не было. Через это я понимаю, что Господь хочет меня возвысить, чтобы научить потеть. В поте лица будешь есть хлеб твой. А теперь отца Геннадия песня песней вышла. Я считаю, это книга столетия. И отца Геннадия, вот это, которому проходили толкования. Так что труд отца Геннадия Фаста, это бессмертный труд. Но я им воспользовался. Вот. Откровением в трехтомнике. Я просил тут помощицу свою. Юля, где она у меня? Вон у нас. Вот. Посмотреть в интернете, и пока ничего не поняли. Я не нашел, как в Китае издают русские книги. То есть цены мне никак. Это полтора миллиона и 36 тысяч нужно за 4 кг. Ну а там, говорит, намного дешевле. Какие они книги, через кого, как-нибудь обманутым. Она пока не нашла, тоже помолитесь, чтобы было видно, что я не могу. То есть мне надо вступать в контакты. Ну не могу я этого сделать. Я нашел, я посмотрел. Посмотрел, вот, в аренду сдают машина. Газель. Как наша. Сколько? Ну я взял самую низкую цену. И за время, которое мы ездили, если бы в аренду брали, 750 тысяч. То есть дороже, чем наша машина. Если бы мы ее арендовали. А она у нас еще целая. Так, в первую очередь, хорошо иметь деньги. А во вторую, хорошо, правильно, благословенно купить эту вещь. После Нового года мы в полотно и подойдем к тому, чтобы готовить миссионерские поездки. Ну, с другой стороны Москвы. Пока это не знаем. А следующее, я говорил, на 14-й год. Это зарубежье дальнее. Ну, это все фантастика. Ну, а Бог его знает. Если это все можно будет. Я просил Севастьяна проработать вопрос с заграничными такими визами, которые разрешали бы буквально везде проехать. Надо бы помаленьку узнавать. А что мы туда поедем, это почти все место найдено. Товар есть. Теперь бы вот это и сдали. Вопросы. Оставайтесь на занятии. Это не всегда так будет. Здесь у нас сейчас будет песнопение. Потом будет трапеза. А потом занятия. Занятия, по слову Божию, полтора часа. Я к ним постараюсь подойти. Так. Врачи. В прошлый раз я вам говорил, вы ничего не сказали. У меня голога, с левого крыла шишка наросла. Он не может летать. Я посмотрел, где сделать операционный стол. Это там в детской. Закрыть все, чтобы, когда детей не будет. Так Надя, Надя. Надо стол кругленький. Ну нет, значит, как я туда уйти. А Надя, это что? Она что, ветеринар? Ветеринар, когда придет. А Настя? Я Насте говорила, говорю, там шишка у голубя под мышкой. Надо прооперировать. Она говорит, во-первых, зимой их не оперируют. Вы должны будете его дома с вашими кошками держать. Во-вторых. То есть, не понял, кошки при чем? Его держать нужно после операции дома. Дома, дома. Да еще и топить нужно. Топить как-то. Дома, да, дома. Вот. Потом она сказала, что надо смотреть. Смотреть, что там у него. Может быть, он, может быть, старый, у него онкология. А вы говорите, старикам нечего в больницу ходить. Вы же всем бабушкам говорили, не ходите и врачей не отвлекайте. Ну надо посмотреть. Ну у него паспорта-то нет. Свидетельца о рождении нет. Как узнать? Он хороший, народистый. Есть еще. Она говорит, надо посмотреть. Возможно, какая-то болячка. В прошлый раз она была, не посмотрела. А сегодня муж пришел. Намикоз какой-то. Он, возможно, заразный. Возможно. Это болезнь заразная. Его надо изолировать в изолятор. Я показывал, когда раньше был ветеринар. Ветеринар знакомый. Никакой заразы здесь нет. Это бывает или от ушиба, или чего. Одна, он не может крыльями махать. И поэтому я его отдельно подкармливаю. Может быть, не поузин были свой. Я не знаю. Я так это вообще не рекомендую. Ну, если знание есть, а делать ничего не можете по знаниям лечения, зачем они это знают? Я вот не знаю ничего. У меня просто... Ну, это Настю надо. Она посмотрит. Знаете, у нас... Ну, знаете, когда раньше телеграммы давали, то сказали, ТЧК, точка. А у нас тут ТЧК, что? Топор, чурка, конечно. Не забудь назвать. Тоже ТЧК. Ну, ТЧК ему и нужно, Валюшка, Игнать Юрьевич. Потому что... Сапожник должен точать сапоги, а пирожник должен печь пироги. Поэтому вот Настя приедет в следующий раз, и пусть она посмотрит. Ну, вот я про это и говорю. Я без Насты никого. Сказал только на остальное. Должно у нее быть как рядом. Иферно стоят там помогать. Хороший ассистент, который не мешает. Поэтому я хотел сказать, я петь не умею, но однажды у меня учительница поставила пятерку за пение в третьем классе. Я так удивился, она сказала, это за то, что ты тихо сидел и не мешал никому. Пятерка была по пению. Я не решил, что надо. Ну, все, поблагодарим Бога. Достойная всякого истину, Блажить Тетя Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстрения Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за милость Твою, за Слово Твое живое. Вас дай добром живым и отошедшим, кто перевел на родной русский язык Святую Библию. Научи насценить каждое слово и поступать по нему, дабы в точности исполнить повеления Твои. Ибо никто не отменял закон, и все Твои десять заповедей мы должны исполнять с радостью в новозаветнем духе. Распусти нас с миром. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, муку сейчас отвезете. Молодежь, расставай. Марина.